Звонок родителям начинается с привычных фраз. Вот только звучат они на арабском. В Брянск Мухаммед приехал из Египта осваивать профессию инженера. Примерно так же Алишер учил русский. Рассматривает шедевры русского зодчества. В Бухаре, откуда он родом, говорит не меньше архитектурных красот. Еще полгода назад студент не знал ни слова по-русски. Сейчас свободно на нем говорит и даже читает книги. У вас люди общительные, все позитивные люди. Ну, научили. Древний город, наименование которого связывается с ребятами. Историю Брянска-Бугари студент из Мали пока только изучает. Но за то время, что и здесь, уже успел познакомиться и с городом, и с людьми, и с местными праздниками. Масленица и Татьяна Дентой. А масленица, что вы ели? Ну, блины. Блины нравятся? Ну, очень. Да? Да. Какая еще еда русская нравится? Ну, суп, борщ, котлет. Будущий экономист с удовольствием дегустирует русские блюда, а заодно изучает и экзотический язык. Именно так Бугарь отзывается о русском, овладеть которым до конца пока никак не может. Какие самые сложные слова? Доступные тщательности. Скажите за мной, сложно выговариваемый? Еще раз? Сложно выговариваемый? Сложно выговариваемый. Ой, сложно, вот так, например, так. Повторите за мной, сложно выговариваемый? Сложно выговариваемый. Выгравирована? Выгравирована. Выгравирована. Ацетилсалициловая? Повторите за мной. Ацетилсалициловая. Синхрофазотрон? Нет, не повторю. Мелкокалиберный. Ацетилсалициловая? Синхрофазотрон. Ацетилсалициловая? Аспирин. Вот такой он великий и могучий русский язык, сложный, как выясняется, не только для иностранцев. Есть как минимум два десятка слов и выражений, в которых мы изо дня в день продолжаем делать ошибки. Звонит или звонит? Звонит. А договор или договор? Договор. А по средам или по средам? По средам. А туфель или туфлей? Затрудняюсь. По средам или по средам? Вот по средам, по-моему. Здесь у меня все время путаю. А килограмм или килограммов? Тоже затрудняюсь. Люблю по средам выпить крепкое кофе и съесть йогурт. Если раньше так говорить было верхом безграмотности, то сегодня это норма. А совсем скоро единственно правильную форму – звонит. Сменит, звонит, не исключают лингвисты. Так ли все грустно и необратимо, мы решили узнать на кафедре русского языка Брянского госуниверситета. Наталья Викторовна, здравствуйте. Скажите, действительно ли скоро мне придется говорить, мне кто-то звонит? Не исключено. Язык – это живая, динамически развивающаяся система, и языковые нормы, естественно, в течение времени менялись, меняются и будут меняться. Ну так все-таки теперь правильно. Черный и черное кофе. Словарями установлены оба варианта, но при этом вариант среднего рода считается разговорно допустимым, и те нормы, которые были ранее закреплены, и договор, и йогурт, и кофе мужского рода, это никто не отменял, и они считаются наиболее предпочтительными сейчас. Двойные нормы появились в русском языке в 2009-м. Минобразование и науки утвердило эталонные словари. Вот они-то и предложили варианты, которые раньше считались неправильными. Наталья Трошина – сторонница традиционных норм, хотя и не исключает вариативности языка и иностранных слов-дублеров. Но когда фэшн быть в тренде и не к месту блистать словцами, типа хайп, селфи и троллинг, иронизирует. Некоторые слова иноязычные выглядят очень забавно, когда у нас бабушки-вахтерши работают на ресепшене, когда наши уборщицы становятся менеджерами по клинингу, охранники позиционируют себя как секьюрити. Новыми словами речь снабжают не только иностранные языки. Авторами неологизмов нередко становятся писатели и поэты. Так Достоевский больше всего гордился словом «стушеваться». Правда, употреблял его в смысле трусливо отступить. Вечно актуальный салтыковщий дрин придумал головотяпство и злопыхательство. А за отсебятину мы должны благодарить Карла Брюлова. От Маяковского нам достались прозаседавшиеся, планов громадьё и даже выглядящие таким древнерусским. Ежу понятно. Николай Карамзин обогатил нашу речь словами-кальками, аналогов которой в нашем языке не было. Но теперь мы их настолько часто употребляем и даже не задумываемся над тем, что эти слова нам чужие. Такие слова, как впечатление, замечательный, трогательный, катастрофа, эпоха, сцена. Как бы силён ни был, язык без внимания чахнет. А потому так важно учиться родному языку и говорить на нём правильно. Кстати, проверить себя очень просто. Откройте «Войну и мир» Льва Толстого или Пушкинского Евгения Онегина. Если вам всё понятно, значит вы истинный носитель родного языка. Елена Бочкарёва, Игорь Винничук. События. Брянск. Откройте «Войну и мир» Льва Толстого или Пушкинского Евгения Онегина.